Всем доброго дня, еще раз доброй субботы. У меня очень много друзей спрашивали по гражданству, по топу, как получают, как что. Я же вам рассказывал в предыдущих роликах, что это очень долгий процесс, изнурительный процесс, я вам сразу скажу. Не каждый, как говорится, пройдет этот путь, потому что 5 лет надо прожить, желательно по одному и тому же адресу, желательно. Можно, конечно, переходить, но не должен быть у вас отрыв по топу. Вы, например, вот купили какую-то квартиру, да, вы там живете. Вот вам охота, например, переехать в другое место. Вы, чтобы отрыва у вас не было, вы должны в другом месте квартиры сначала купить, перейти туда, прописаться, чтобы отрыва не было. И уже продавать свою. Отрыва не должно быть, потому что, когда получаете уже справку о почете дней, вот, тогда это все отразится. Это все отразится. Даже при получении справки иногда бывает, что допускают ошибку. У меня вот, например, было из 5 лет, проставили просто 2 года туристик. Пришлось мне подать опять же жалобу, и мне исправили его, как положено, потому что какой по туристике, я говорю, у меня же по топу. Но быстро разобрались, но у меня на все это дела ушло где-то, наверное, больше полугода. Только одной справкой, чтобы получить по почету дней, потому что дважды я получал. Вот такие вот дела. Это раз. Во-вторых, не совершать никаких правонарушений. Никаких. Вот. Вообще, самому тоже, когда по прибытии сюда, вести достойный образ жизни, как бы, скажем так, не связываться со всякими там это. Это, и помните, что почти сейчас очень многие, где-то процентов, наверное, 70, я так думаю, переезжающих, большинство, свои скелеты в шкафу, как говорят. И есть даже с криминальным прошлым люди. Есть. Есть люди очень такие это. И не верьте тем словам, которые они вам будут говорить, там это легенды всякие, басни про белого бычка. Вот. Поэтому желательно жить ниже травы, тише воды. Спокойно, тихо. Вот. Не нарушая никаких законов. Вот. И даже самому, даже откуда вы приехали, там тоже не иметь никаких таких, которые караются уголовно-процессуальным кодексом, уголовным кодексом. Не быть розыски, не быть вот таких этих. Поэтому на все, на все это смотрят. На все это смотрят. И после этого, после того, как вас разобрали с вашими документами, вы отпадали, идет уже, как бы, проверка через правоохранительный орган полиции. Тут тоже могут быть всякие казусы, которые вы не ожидаете. Вот, как у меня, я вам рассказывал. Прошли, вот, полиция первая прошла, нормально ушла. Посмотрели, что я тут живу, поэтому, а вторая, вторая прошла, и как раз хорошо, что я был дома. Вот. И соседка спускается сверху, и у нее спрашивают полицейские, вы этого человека знаете, или единственное, надо, чтобы подтвердить. Она говорит, я его впервые вижу. Все. Вот. И он мне говорит, ну, вас здесь не знают. Я говорю, ну, я здесь живу уже, я говорю, 7 лет. Тогда, я говорю, мой дух, что ли, здесь живу, 7 лет. И я, как говорится, грива опустил, короче, вышли на улицу уже и провожать его, думаю. Он не заходил, они не заходят домой. Ну, вот, и как-то вот так, это самое, у меня в душе такая была это, я никогда не ожидал вот такого поворота событий. Напротив, в соседнем доме, перед домом, прямо сидели соседи другого дома. Вечером, утром они сидели там, что-то чай пили. Я вот так машинально сказал, соседи, вы меня знаете, вот так вот. Они, да, знаем, и этот сотрудник стоял. Я говорю, ну, вот это. А и он к ним обратился. Кто-нибудь может, говорит, поехать завтра, говорит, в отдел, говорит, к нам подтвердить, что он здесь живет. Все поедем, руку подняли. Нет одного достаточно, говорит, документами. На следующий день один из моих соседей поехал, подтвердил мою личность, все как положено, все-все, вот так вот. И я что хочу сказать. Таких казусов бывает. А потом я спрашиваю, почему-то, ну, что теперь говорит, кого-то это, все, что это было, прошло. Ну, но единственное то, конечно, что я с того дня, прошло уже год с лишним, я уже не общаюсь. Я сказал так. Я говорю, разве же вы меня за 7 лет не знаете, что я здесь живу, значит, я вас тоже не знаю. Все. Я не знаю, может, я прав, но для меня я прав. Потому что я такой человек, я могу все простить, но вот когда тебе плюют душу, это уже нет, это же нет. И у меня так получилось так, как будто вот как плевок душу, понимаете. Я говорю, не знаю человека. Хотя за день до этого ко мне брат приезжал вот с Баку, братан, стол накрыли под виноградником, и соседи вызвали всех, чтобы на чаепитие сидели. Я говорю, как это так, значит, ну вот так вот. Потом в Фейсбуке я потом уже, группа есть там Римма. Я посмотрел, оказывается, это обычный, это самое, даже из Тамбуля других, девушка рассказывает, что приходили, говорит, меня проверили, а соседи, а мы ее знать не знаем. Хотя я, говорит, им, говорит, билищи таскала, чебуреки, все-все делала, все-все. Ну вот так вот, ну бывает так. Ну что такое делать? Кто и знает безгрешно, извините. Вот. Но я уже, сказали, если же вы меня не знаете, за 7 лет не узнали, значит, я вас тоже не знаю. И все, я вас в упор не вижу. Вот в упор не вижу, и все. Вот. Поэтому это очень трудный процесс. Это очень трудный процесс, долгий. Выезды, выезды, вы должны спланировать. В течение 5 лет, по-моему, там раскидывают, на 6 месяцев должен быть у вас это. И то на каждый год, по месяцу с лишним, короче, вот так вот. Итого должно быть у вас 6 месяцев это. Так 4 года, 6 месяцев, чистым вы должны находиться здесь. Вот. Потом медицинская справка, обязательно медицинская справка, вы должны быть чисто здоровы. Вот. Потом опостил всех ваших документов, особенно свидетельство о рождении. Если вы родились при Советском Союзе, вот, у вас должно быть с переводом все-все. Есть в национальных языках это. В общем, посольство заверяете у себя. Есть даже, оказывается, случаи, которые посылают туда, где человек родился. Но так как у меня свидетельство о рождении и на русском, и на туркменском языке, кстати, папиной рукой написано, все его почерк он заполнял. И, как говорится, я его держу, свидетельство о рождении, как память, папины руки. Его генералский почерк такой. Вот. Я его генералским почерком, потому что он четко писал, он хорошо это, вот, красиво. Хотя учился обычной аульской школе. Вот тогда отдавали образование, да, четко, четко, четко. И когда его призвали в армию, когда увидели его почерк, когда он писал домой письма, вот, его назначили сразу писаром полка. Писаром полка, оперативного полка, в Тбилиси он служил, 8-й оперативный полк. МВД. И отправили потом на учебу. Писаром полка остался улопарень, обыкновенный. Вот. Так что, вот такие вот это, нюансы, ребята. Вот такие нюансы. Вот. И, конечно, я еще раз хочу сказать, никаких правонарушений не совершают, ничего. С людьми, общаться с людьми, знать, с кем общаетесь. Вот. Лишний раз никаких. И еще, многие вот приезжают сразу, сразу хотят вот шикарные все покупать, все-все-все. Это, конечно, хорошо. Но, по-моему, да, вот, пока вы не получили гражданство статуса, если вы за этим приехали, чтобы в дальнейшем получить, не стоит вот так вот слишком щековать. Потому что на щекованную жизнь вам на 7 лет не хватит. Вот. Если, конечно, у вас нет откуда-то прихода, хорошего прихода. Вот. Так что, все у вас должно быть грамотно рассчитано. По пунктам все. К чему вы здесь, почему вы приехали, для чего вам нужно гражданство. После того, как вы получили гражданство, тоже не значит, что вам перед вами сразу открылся рай или что. Вы также должны заключать страховку медицинскую. Вот. Медицинская страховка тоже для граждан тоже разная. Для тех, которые работают, для них государственная страховка идет, работодатель платит. Вот, который покрывает все. Все, короче. Это госстраховка. А или нет, тогда самим надо платить эту государственную страховку. Это тоже немалая сумма. Вот. У меня платит мой работодатель, у меня все закрыто, все, как говорится. Вот. И идет у меня государственное страхование. У меня, слава богу, вот этим нет. Я, потому что все делаю, стараюсь, как родители учили, каждый шаг продумываю. Бывали, конечно, в моей жизни ошибки, мелочи. Вот. Но старался потом это все исправлять. Исправлять это. А вам, вот, которые хотят, получат, вы спрашиваете, что быстро. Нет, быстро ничего не делается. Даже, когда вы уже все документы сдали, все комиссии прошли, все собеседнии прошли. Бывает год. Вот я ждал год и пять дней. Вот. Получается, даже бывает и полтора года. Вот даже по замужеству бывает. Даже очень долго даже ждут девочек. Вот пишут это в фейсбуке. Поэтому у вас должно быть для чего вам гражданство? Для каких целей? Вот. И вообще, если вы молодые, и это самое, зачем вам? Вы у себя на родине можете работать. Если это, ну, конечно, кто-то хочет здесь и бизнесом заняться, кто-то хочет какое-то это. Тогда да. Но опять же, видите, семь лет вы будете считать, что не это. Потеряли. Потому что или вы должны по рабочей визе получать, работать сразу. А рабочую визу не каждый работодатель здесь делает. Или же, или же ждать вот эти годы тихо, ниже воды, тише воды, ниже травы. Рассчитывая каждый свой шаг. Вот. И я еще раз говорю, имеет очень большую осторожность в общении со своими соотечественниками. Не надо бросаться в объятия. Вот. Ой, говорящий на нашем языке, это вовсе не значит, что это золото. Может быть так, что вы по моей истории, вы знаете, чем это закончилось. Вот. Поэтому я хочу, чтобы у вас все получилось. Вот. Вот. А чтоб все получилось. Вот большинство, я еще раз говорю, бывает так, что кто-то инвестиции делает. Вот 250 тысяч долларов, по-моему, там, надо купить. А потом, вот это как инвестор уже получает в течение полугода. Есть и такие. Но это тоже не маленькие деньги, извините меня. Вот. Это почти на рубли перевести, почти 20 миллионов рублей. А то и больше. Ну, есть, так и покупают, и становятся инвесторами, гражданами. Турция, я еще раз говорю, очень привлекательна тем, что работать можно спокойно. Если ты хочешь свое дело открыть, если вы образованы, грамотно, и еще гражданство есть, если голова шурупит, вы можете здесь себя реализовать. Себя реализовать. Здесь нет такой открытой, такой, как в наших этих постсоветских республиках, такого-то. Здесь все, плати налоги, работай. Никто тебя беспокоить не будет. Вот. Если у вас есть знания свои, можете сами стать работодателем. Опять же, надо знать, какая у вас это самое нищая. Вы должны свое нищие найти. Вот. Поэтому можно жить спокойно. Есть безопасность. Почти, я считаю, что 5 баллов. Вот. Главное, чтобы, опять же, я хочу сказать, не ходить туда, где вот такие, везде не лазит, понимаете. Ай, там по ночным клубам, по ресторанам, по всем этим. Тогда вы даже в любой спокойной стране найдете себе приключение. Понимаете? У лисы есть тысячи приемов. Но самый лучший прием у лисы, это глаза не показываться. Понимаете? Жить спокойно, тихо, мирно. Все. И все у вас будет нормально. Не лезь никому. Вот. Вот такие дела. Всех вам благ. Пока.